Итоги исполнения окружного бюджета одобрили депутаты Чукотской думы. Доклады о финансовых результатах региона и приоритетах бюджетной политики в 2023 году парламентариям представили руководители основных департаментов. На что были потрачены средства и какой сложилась социально-экономическая ситуация в регионе, расскажем в нашем сюжете. Правительство Чукотки представило депутатам отчет об исполнении бюджета в минувшем году. Его доходы выросли более чем на 5 миллиардов рублей и достигли 56 миллиардов. Расходы выдались чуть больше, поэтому бюджет исполнен с дефицитом в 500 миллионов, которые были покрыты кредитными средствами и остатками на счетах. При этом более 40% казны обеспечили налоговые доходы, и они тоже выросли. Все это позволяет сохранить положительную динамику социально-экономического развития на Чукотке. По объему ВРП на одного жителя за 20-й год Чукотка занимает второе место среди субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, и четвертое место в Российской Федерации. По объему инвестиций на одного жителя округ занимает первое место в ДФО и третье место по Российской Федерации. Размер номинальной среднемесячной заработной платы за прошлый год составил 158,5 тысяч рублей, размеры реальные – 105,4. Обязательства, принятые бюджетом по расходам на социальные выплаты населению и заработную плату выполнены в полном объеме. На Чукотке сохранены и расширены меры поддержки населения. На социальную сферу направлено более 17 миллиардов рублей. Ведутся работы по благоустройству территорий и жилищному строительству. В 2023 году новые жилые помещения переехали 44 семьи или 161 человек. Для реализации мероприятий по переселению закуплено 44 жилых помещения. В 2022 году новые жилые помещения переехали 50 семей или 141 человек. В селе Островное построена школа, возводится еще одна в Анадре, в Кончелане идет строительство Дома культуры, а в Лаврентия – этнокультурного центра и спортивного зала. Руководители восьми департаментов окружного правительства, действующих в 2023 году, представили подробные отчеты об использовании бюджетных средств и проделанной работе. В целом исполнение бюджета можно признать удовлетворительным. По доходам нашего бюджета почти в размере 100% исполнены доходы по собственным налоговым поступлениям. Уверенность в том, что собственные доходы у нас достаточно стабильные, вселяет надежду на то, что 2024 год у нас обеспечен будет доходами с федеральными деньгами, но правительству в 2024 году придется поработать для того, чтобы и в этой части тоже было полное исполнение. Такие публичные слушания в законодательном органе проводятся дважды в год. Сначала по проекту бюджета, а затем по его исполнению. Депутаты одобрили итоговый отчет правительства округа. Теперь он будет сформирован в закон, который вынесут на голосование на ближайшие сессии регионального парламента.